Всем привет! Уже в кадре новый каталог компании Ariflame. Это третий каталог, который соответственно действует в период с 19 февраля по 10 марта. Чуть позже мы с вами рассмотрим, что я планирую себе приобрести в этом каталоге. Есть что под вопросом 100%, есть то, что уже заинтересовало, и я вам обязательно расскажу. Сейчас я вам покажу товары, которые были приобретены по второму каталогу. Конечно же мы уже не удержались и начали использовать эти средства. Заказ в основном был парфюмированный. Конечно же уже в использовании вот такая вот мужская водичка Possess the Secret Man. Очень понравилось мужчине. Вот так вот выглядела. Вы не смотрите уже, тут просто следы от масла для тела, поэтому коробочку оставила просто специально, чтобы вам показать. Она на самом деле очень такого приятного матового оттенка. Вот. И в общем-то отличный подарок, аромат очень понравился и нисколько не прогадали. То есть если вы хотите порадовать своего мужчину каким-то новым ароматом, ароматом, для меня вот этот аромат, на что он мне навевает, какие эмоции, чувства. Это дух свободы. Дух свободного мужчины, мужчины, который любит путешествия, любит покорять новые вершины и достигать своей цели. То есть это парфюм. Он одновременно, опять же, в зависимости от возраста может играть разными красками. То есть для кого-то это вот такой вот независимый мужчина, молодой независимый мужчина, да, который достигает своих целей. Для кого-то это уже, может быть, парфюм такого, знаете, старого такого заядлого волка, ну не в плане старого возраста, да, а именно такого вот уверенного в себе человека, который уже пожил на этом свете, простите, с предлогами запутался, но неважно. То есть это, в принципе, аромат, он играет разными красками. То есть это аромат из серии Хамелеона. Мне очень нравятся такие ароматы. Ну, конечно же, не мужской, это вот на мужчине он раскрывается так. У меня тоже есть женский, я вам сейчас его покажу. Хочу обратить ваше внимание, что здесь он имеет полукруглую вот такую вот форму. И парфюм, я, кстати, вот так и не поняла. Парфюм сам по себе вроде бы как такого синенького цвета, голубенького. Либо это бутылочка такая, пока не могу вам сказать. Наверное, уже когда мы его добьем, ну, мужчина добьет, я имею в виду, посмотрим. И также следующий парный аромат, это Possess the Secret. Это женский аромат. Он мне очень понравился. Я уже говорила ранее, что Possess просто мне не нравится в оригинальной версии, потому что он слишком шипровый, тяжелый. Этот аромат легкий, где-то и проскальзывают такие цветочные фруктовые нотки, но одновременно в нем есть что-то такое восточное. Но это не пряный такой восточный, а вот именно какой-то цветочно-восточный. То есть он на самом деле легкий аромат. Также хочу обратить ваше внимание, что здесь есть вот такая вот впуклая, собственно, впадина, будем так говорить. Сам флакончик, как бы, знаете, это как такая вот, как конус такой сделан, и очень интересно. Я, честно говоря, в каталоге не видела, что на бутылочке есть такая впадина. Но, знаете, это оригинально. То есть, вот смотрите, здесь сложно, конечно, давайте на черном покажу. Это очень оригинально и очень красиво смотрится. Аромат тоже очень понравился. Кстати, хочу обратить внимание, что как на мужском, так и на женском, чтобы открыть пумпочку, нужно повернуть налево. Вы закрываете, и прямо это он. И нажимаете, и пользуйтесь. Нажимается легко, соответственно, но крутится так достаточно плотно, что, в общем-то, тоже хорошо. Вот, пришло все вот в такой вот коробочке. Все коробочки были в слюде. Естественно, слюду уже сняли, так как пользуемся. И хочу обратить ваше внимание, как в мужском, так и в женском аромате. Есть возможность посмотреть вот здесь вот, да, есть инструкция on-off. То есть, в общем-то, это очень неплохо. Вот, ну, вот так вот все выглядит. Розовенькая и такого же формата черненького, черного цвета. Мужская водичка. Ароматами довольны. И кто еще думает, покупать, не покупать, можно просто приобрести пробники и ознакомиться с ароматами. Я, конечно, понимаю, что страничка ароматизированная, это тоже, знаете, 50% аромат верный и 50% аромат неверный. То есть, он не то, как он будет звучать в реальности, тем более на вашей коже. Поэтому, прежде, конечно, чем купить данные ароматы, мы протестировали именно пробники парфюмированных водичек. Итак, следующее, что также было, ну, издавать из мужской серии, коробочку уже выкинули. Вот такой вот крем из серии Northman Recharge, крем-гель. Уже не первый раз этот человек покупает, третий раз, ему очень нравится. Ну, наверное, не собирается останавливаться, продолжит покупать. Очень ему понравилось. Следующая была туалетная водичка, женский парфюмированный спрей Miss Yes to Love. Вода также была в следе, я просто сейчас ее уже сняла, поэтому покажу вам без суды. Я ее давно уже утилизировала. Вот такой вот аромат. Я его уже протестировала. Я с собой в сумочке ароматы стараюсь не носить, потому что с переменчивой погодой нашей, московской, плюс, опять же, да, ароматы постоянно подвергаются определенным, как правильно сказать, если ориентироваться на уроки физики. В общем, вода парфюмированная лежит в сумке, да, вы очень много ходите, вас где-то толкают. То есть она подвергается именно большим таким колыханиям и встряскам, да, то есть сама вода. Из-за этого она портится. Либо парфюм, неважно, туалетная вода, парфюм, он портится. И это доказано, можете почитать в интернете. Поэтому не рекомендуется очень часто носить ароматы. И, ну, если вы носите аромат, да, например, он у нас там в маленьком флаконе а-ля 15 мл, да, например, там, атомайзер у вас. И вы туда залили свой любимый парфюм и использовали его за 3 дня, то есть это, в принципе, нормально. Но если вот у вас такой, например, объем, здесь у нас, кстати, интересно, сколько здесь миллилитров. Если вот у вас здесь 75 мл, да, баночка, и, ну, явно, что пользоваться я ей буду один раз, там, в 4-5 дней, то есть, ну, 3 месяца и хватит, да. Носить ее постоянно с собой в сумочке я вот не готова, потому что аромат потеряет весь свой изначальный, ну, шлейф, можно так сказать, да. И смысла в этом нет. Поэтому я вот такие вот ароматы всегда, у меня лежат тумбочки на работе. После работы я пользуюсь мини-спреем перед уходом, да, либо там это встреча, либо мероприятие какое-то, либо просто я иду там в сторону дома, собираюсь ехать. Я обязательно использую парфюм. У меня сейчас заканчивается Giordani Gold Essence, и вот на смену ему взяла Miss Yes to Love. Аромат такой, знаете, он какой-то однотипный, не могу сказать, что он уникальный. Да, он цветочный, да, он сладкий, но вот чем-то он меня не зацепил, то есть, в нем такого особого изюма нет. Вот, поэтому, ну, посмотрим, попользуемся. Опять же, да, это спрей для тела, то есть, это не просто, там, пшик, ну, условно, сделал, как бы, да, один пшик на одежду, там, и все, пошел. Это можно наносить спокойно на тело, на области зоны декольте, рук, локтей, кому как нравится, в общем. Вот, ну, вот такой вот ароматик, он стоил недорого, поэтому, в принципе, разочарований нет, но вот как вариант освежить, да, именно перед выходом и до того, как куда-то доехать, это вполне нормальный вариант, подойдет. Так, следующее. Следующая была коллекция макарон или макарун, потому как нравится, вообще они макароны, но почему-то здесь все читают макарон, ну, пусть будет так, макарон лав, макарон лав. Здесь крем для рук и мыльца, мыльца я открывать сейчас не буду, а вот кремушек мы с вами протестируем. В принципе, запах такой цветочный, интересный, но он не слишком притерный, ну, такой, знаете, легкий, какой-то сладкий такой десертный аромат, но очень-очень легкий, то есть мне это нравится, потому что слишком притерный аромат, и я как-то не очень тоже люблю. И следующее средство, это гель-лак покрытия 2 в 1, у меня такое уже закончилось, я себе еще одно приобрела. Единственное, что мне не нравится в этом лаке, в этом средстве, что он очень пахучий, конечно, я понимаю, что все лаки пахнут не очень приятно, но вот этот он прям вот какой-то химозностью, прям вот ужас какой-то приходится открывать на все окна, чтобы проветрить комнату. Но эффект мне нравится. Так, давайте посмотрим, что у нас еще. В итоге, кстати, вот пилочки я заказала, я планировала заказать 5 штук пилочек, но на итоговом шаге увидела, что по распродаже есть пилочки, такие вот 2 штучки за 79 рублей, и решила взять эти пилочки, потому что 5 штук мне, в принципе, не нужно. Одна штучка нужна мне в сумочку, либо на работу, скорее всего в сумочку, потому что на работе, конечно, проще воспользоваться пилочкой из сумки, нежели где-нибудь идти и сломать ноготь где-нибудь в кафе и ресторане, не оказавшись под рукой пилочки, сидеть, в общем-то, скучать. Вот, поэтому я заказала 2 пилочки, значит, одна будет у меня дома лежать, и вторая будет в сумочке. Пилочками таким я особо не пользовалась, у меня будет другого плана, но надеюсь, что эти мне понравятся. И последнее средство, это новинки, это тени, жидкие тени матовые для глаз. Я в основном в этом сезоне, в 2018 году, буду вам рассказывать пока и показывать, вот что делать, решила сменить именно весенний-летний стиль. В основном у меня были акценты либо на глазах, либо на губах, и, соответственно, образ в любом случае, как ни крути, был более-менее ярким. В этом сезоне мне захотелось чего-то такого, макияж без макияжа, либо очень такой вот прям нежный, нюдовый макияж, причем практически планируется на каждый день. Естественно, что губы все равно будут, то есть глаза будут практически без, ну, то есть, такие нюдового плана, да, без макияжа, а губы будут такие относительно более-менее яркие. То есть я планирую создать такой вот в основном образ, макияж, простите, без макияжа, нюдовые оттенки, такие какие-то робкие, легкие, не знаю почему, но вот мне захотелось. И это не только планируется в декоративной косметике, но также я планирую изменить и стиль. То есть это будут в основном пастельные тона, это будут спокойные такие кэжуэл-футболочки, рубашечки будут, но их будет уже не так много. Ну, как-то вот планирую перейти на такой, я не знаю почему, но вот мне захотелось почему-то именно вот в прошлом году еще, я в декабре над этим думала и пришла к выводу, что да, вот хочется мне так и так будет, все, никто меня в этом не переубедит. Вот, так по поводу этих теней. Я их уже тестировала, значит это песочный, по-моему, нюд, а это розовый, розовый бархат что ли. Ну, в общем, не важно, там есть вот именно розовый. Очень долго эти тени держатся, особенно песочный нюд. То есть при нанесении определенного количества цвета вы можете, точнее при нанесении определенного количества мазков на ваше веко, вы можете видеть, насколько пигментированы становятся данные тени. Вот, тени мне понравились, но на глазах я еще их не тестировала. Постараюсь снять как-нибудь видео, сделать с ними макияжик. И последнее, что я заказала, это пробник парфюмированной водички Live in Color. Я уже его протестировала, мне он понравился, этот аромат, и я планирую его заказать в следующем каталоге, я вам тоже его покажу на весну-лето, то есть на свой сезон, который у меня начинается, у меня весна начинается, весна-тира-лето, в апреле месяце. То есть вот в апреле я начну уже его использовать. Вот, но это был весь мой заказ, и сейчас мы с вами посмотрим каталог, что мне понравилось, и поговорим о новой акции компании Ariflame. Оставайтесь со мной, всем пока-пока. Итак, пока еще есть время, давайте быстренько посмотрим. Значит, акция называется «О твоей весне». Период активности с 28 января по 31 марта 2018 года, с каталога 2-4. В чем смысл данной акции? То есть, делая заказы, и у вас там будут копиться баллы на 50, если вы сделаете, смотрите, то есть смысл в том, что если вы размещаете на 50 баллов в этом каталоге, то в действующем, в действующем, в следующем каталоге вы сможете приобрести товар со скидкой всего за 199 рублей. Ну, то есть по факту звучит так. Вы просто покупаете то, что вам нравится в каталоге Ariflame, да, во втором, третьем, четвертом, и у вас есть возможность при накоплении баллов, то есть вы знаете, что за каждый продукт вам даются баллы, вы их копите, и за каждые 50 баллов вы сможете потом заказать вот такие вот аксессуары. Шарф, значит, здесь, по-моему, не написано, из чего он сделан, но пишется, что рисунок будет актуален в 2018 году. Также кошелек такого белого цвета из эко-кожи и сумка-клач. Все это можно будет впоследствии по отдельности приобрести за 199 рублей. В принципе, я вам хочу сказать, что это очень отличная акция, потому что, ну, кошелек у меня есть, шарф, не знаю, смотря из чего он состоит. Ну, я люблю безумно всякие такие аксессуары, имеется в виду конкретно шарфики, палантины. Я жуткий фанат, поэтому... У меня, наверное, даже столько сумочек нет, сколько у меня этих шарфиков с палантинами. Не знаю почему, но вот как-то так сложилось. И я подумаю над сумкой-клачем из эко-кожи. В принципе, она, конечно, выглядит простенько. Вот. Но, опять же, здесь на картинке выглядит симпатично. Как она будет выглядеть в реальности, я пока сказать не могу. Но, в принципе, за такую цену, 199 рублей, сумочка такая вот на выход, мне кажется, никому не помешает. Тем более, сумочек много быть не может. Тем более, белого цвета. Она, скорее всего, быстро испачкается. Поэтому, ну, один сезон или два сезона, если вы редко выходите с этой сумочкой, мне кажется, вы отходите. То есть, это, в принципе, очень хорошее предложение. И грех им не воспользоваться. Особенно те, кто делают заказы. Итак, и последнее, что мы с вами, значит, посмотрим, это то, что меня заинтересовало. Сразу буду говорить. Кстати, хочу обратить внимание. Видите, уже практически подсохло. Подсохли наши тенюшки. Ну, в общем-то, неплохо. Мне нравится. Итак, давайте посмотрим. Я думаю, сразу скажу, над этой помадой. Думаю над этой помадой. Я хотела заказать себе пробники, но пробников не было. Я думаю над помадой, и цвет меня интересует черничной ночи. У меня есть сейчас помада, она заканчивается из фирмы Mary Kay, из лимитированной коллекции. У меня заканчивается эта помада, поэтому я думаю над вот такой вот помадой компании Ariflame. Но я пока еще не знаю. Я не уверена, что я ее буду брать. Но посмотрим. То есть это по знаком вопроса. Но здесь есть хорошая акция, кстати, при покупке любой помады вы получаете тушь 5 в 1 в подарок. Тушь очень хорошая. Мне она очень нравится. Поэтому, не знаю, может быть закажу, посмотрим. Следующее, что меня заинтересовало, это вот такие вот каплевидные сережки. Сельги с металлическими сферами. Вот так вот они выглядят. Я пока не знаю, как они выглядят в реальности, но сельги мне эти очень понравились. Понравились безумно. И не знаю, посмотрим. Опять же, просто не факт, что мне подойдет такая форма, но я планирую, планирую заказать. Следующее, что мы с вами рассмотрим. Рассмотрим. Опять же, под знаком пока вопроса. Мне очень-очень-очень понравилась сумка мессенджер. Вот такого вот цвета. И вот именно таких оттенков, плюс розовый, возможно, голубенький, я планирую именно такие цвета привнести в свой гардероб в плане одежды. Вот. Очень мне понравилась эта сумка мессенджер. Она будет стоить 1500 рублей. Ну, 1499. Она сделана из эко-кожи или имитация кожи, подкладка полиэстер. Но посмотрим. Я до сих пор еще пока ношу сумочку джинсовую из компании Арифлейм. Ну, конечно, вот смотрите, ей 2 года. То есть, практически можно сказать, что 2 сезона я в ней практически каждодневно отходила. То есть, в общем-то, неплохо. Так, давайте посмотрим, что следующее. Что я из обязательного планирую взять, это начать курс для волос, витамины. Витамины, внутрикомплекс для волос и ногтей. Тут обычно пишут, что нужно пропить 4 курса, но мне достаточно 3 курса по месяцу где-то я так пью. Поэтому, вот, обязательно витамины закажу. Давайте посмотрим, что у нас здесь следующее. Здесь у нас с вами, да, здесь у нас с вами краска для волос. И это тоже под вопросом. Я пока еще не решила, но возможно, что да. Посмотрим. Так, следующее, что здесь есть, это пена для ванны. Вот пену для ванны я также планирую купить обязательно. И новая, новая ограниченная серия. Крем для рук. Floral Embrose. Гель для душа и мыло. Это я обязательно куплю. То есть, в принципе, в следующем каталоге не так много товаров. Но единственное, что, конечно, меня еще заинтересовала водичка новая. Live in Color. И я ее планирую приобрести. Только пока не знаю, в каком каталоге это будет. В этом или в следующем. Посмотрим. Но она мне очень понравилась. Вы знаете, я не могу понять. Там есть какие-то ноты интересные, которые очень приятно раскрываются. Не знаю, с чем это связано. Давайте посмотрим. Розовый ревень, краса цвет входит и белая амбра. Возможно, это так пахнет ревень. Очень так приятно. Конечно, страничка ароматизированная, она полностью не передает аромат. И если кто-то хочет действительно почувствовать аромат, то лучше заказать себе пробник. Тем более, смотрите, он будет очень красивый. Этот сам флакончик с таким вот пульверизатором под старинку. И посмотрите. То есть, вы сможете при заказе на 500 рублей из этого каталога у вас будет скидка 50%. То есть, вы сможете заказать этот аромат практически за 1069 рублей. Это каталог и еще минусуете скидку консультанта. То есть, у вас вообще практически 50 миллилитров очень классной парфюмированной воды, на мой взгляд, вы получите практически, ну, практически даром. Можно даже так сказать. Но аромат очень стойкий. Я, кстати, вчера, после уже нанесения, а через определенный период была в душе, вышла из душа. Несмотря ни на что, аромат остался на теле. Но перебил его, естественно, только масло для тела. Поэтому очень приятный аромат. Обязательно обратите свое внимание. Возможно, вам он тоже понравится. Для меня он не только цветочный, но вот именно какой-то такой свежий. Свежий такой цитрусовый больше. Ну, конечно, одни цветы, но как-то вот меня уносит вот в цитрусы. Не знаю, почему очень мне нравится. Вот. Вот весь каталог. Он очень толстенький. Посмотрите, здесь очень много разных предложений. Очень много ароматизированных страничек. И, возможно, вас что-то тоже заинтересует. Вот. Ну, я по аксессуарам буду ждать, когда уже кто-то протестирует эти сумочки, чтобы посмотреть на них вживую. Ну, конечно, хочется безумно сменить свой стиль. И я планирую это осуществить. Ну, что ж. Всем отличных выходных. Всем пока-пока.